Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Нет, там, по-моему, не так. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Или все-таки больше. Все, вспомню. Чем меньше женщину мы любим, тем так же нравимся мы ей. Александр Сергеевич Пушкин. Стоп, это Жванецкий, по-моему. Все, давай так. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку занемог. Вот это точно Пушкин. Да. Или Онегин. Александр Сергеевич Пушкин. Точно Пушкин, да. Логистики. Вы вслушайтесь. Логистики. И что? Почему они транспортом занимаются? Потому что как минимум нелогично логистики. Ну согласен. А кинологи? Пусть уже оставят в покое собак и начнут заниматься кино. Согласен. А эти невропатологи пусть занимаются больными неврами. Потому что нервами должны заниматься нервопатологи. Я в детстве думал, что невропатологи это такие, ну, средние руки, специалисты. А когда они становятся уже такими маститами, да, светилами, ну, их нужно назвать, я не знаю, невропатамами. Невропатамы это бегемоты с больными нервами. А может, ну его нафиг. Давай. Ни пуха, ни пера. К черту. К черту. Поехали. Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Квартет И» на РЕН-ТВ. Мы окончательно сформулировали для себя концепцию нашей программы. Это такой, знаете, мужской клуб. Ведущие мужчины все практически, да? Все. В гости к нам приходят мужчины, эксперты у нас мужчины, и поэтому мы хотим, чтобы зрителями нашими были тоже только мужчины. Уважаемые женщины, поднимайтесь, пожалуйста, выходите из зала. Уважаемые телезрительницы, переключайтесь на другие каналы или просто выходите из комнаты, где есть телевизор. Все? Да, 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 это дискриминация, конечно. Но мы здесь о таких вещах разговариваем, так что не надо вам. Действительно. Вот так мы хотели начать нашу программу, а потом подумали, ну а какой тогда смысл, если все, что мы здесь делаем, не будут смотреть женщины? Для кого, собственно, это делать? Согласен. Поэтому, уважаемые зрительницы, в зале оставайтесь. А никто и не собирался уходить? Телезрительницы, переключайтесь обратно на наш канал. Ну, да, и приходите в комнату, где работает телевизор. И вот наши эксперты. Они будут как-то задавать вопросы, какое-то мнение свое озвучивают. Уважаемые женщины, сегодня действительно мы будем говорить что-то, что, может быть, вас заденет слегка, затронет. Может быть, даже некоторых из вас обидит. Да, мы вас порой обижаем и порой несправедливо. Бывает. Унижаем, ревнуем. А все почему? Почему, почему? Потому что такие, бывает, иногда попадаются. Говоришь ей, говоришь, у нее глаз стеклянный, как бы... Подождите. Не вовремя. Не, 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 не из-за этого. Но попадаются же. Нет, не из-за этого. А просто потому, что мы к вам хорошо относимся, правда. Да. Вот смотрите, вот пингвины. Да, мы же их не ревнуем, не обижаем, не унижаем. Потому что мы к ним никак не относимся. Но вам бы, я не думаю, что хотелось бы именно так, женщины. Поэтому оставайтесь и смотрите, мы вас приглашаем в свой мужской клуб. Я вот подумал, а что мы все время говорим про женщин, про женщин, про женщин. Давайте о чем-нибудь другом поговорим. Ну, о чем интересно мужчинам в мужском клубе говорить? Я, пожалуйста, о политике. О политике интересно. Но так как хочется говорить, нельзя, а так как можно, не хочется, стыдно. Хорошо. О футболе? О футболе интересно. Но о футболе уже говорит Вася Уткин. Интересно говорит, хорошо, покрывая собой всю футбольную Россию. Ладно. Кино, книги, живопись. Саш, я тебя умоляю, да? Мужики остались одни, да? И давай тереть о живописи. Нет. Почему? Почему? Может быть, вполне. А у Рубенса, помнишь, баба? Ой, это как-то-то. Вот такой вот. Да, дана я пугу. Так, все, я понял. Хорошо. Давайте о женщинах, только в положительном ключе как-то. О, прекрасно. У меня есть замечательная история. Давай. Вот смотри, семья, да? Муж, жена, двое детей, и они прекрасно живут. Ну, 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 и дальше что? Чего ну? Ну, дальше что? Ну, что дальше? Ну, живут нормально, любят друг друга. Да, и он начинает ей изменять. Нет. А, она начинает ему изменять. Да нет же, ну, у них есть еще знакомая пара семейная, они дружат. А. А, и они начинают жить вместе. Да нет, ну почему? Они просто дружат с семьями, и у них все хорошо. Ну, я не понял, зачем ты мне это рассказываешь? Ну, чтобы ты порадовался, как они замечательно дружно живут. Господи, да и фиг с ними, зачем мне это все знать? Вот. А это то, к чему все стремятся, а не интересно, да? Понимаешь? Поэтому сегодня мы будем говорить об интересном. О любви. Ну, можно так это назвать. Вот, допустим, завел ты любовницу. Угу. Ой-ой-ой. Сейчас. Я говорю, вот, допустим, завел ты любовницу. Ну, что сразу я-то? Я говорю, допустим. Так, не надо, я даже мысли такой не допускаю. Камиль. Допустим. Не допустим. Не допустим обмеления северных рек. Ты чего? Галя в зале. О, Господи. Ну, пожалуйста, ну ладно. Допустим, завел я любовницу. Аня в зале. Так, значит, допустим, завел любовницу... Что? А что? А, опа. Все, да? Какой-то человек завел любовницу. Вот так. Мы его не знаем. Посторонний. Плохой. Но ему с этой женщиной хорошо. Ну, подонок. 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 Галя в зале смотрит. Да. И ему хочется поделиться этой своей радостью. А с кем поделиться? С близкими? А кто у него самый близкий человек? Жена. Вот. И ему хочется, страшно хочется все ей рассказать. Да, она же обещала быть с ним и в радости, и в горе. А это как раз тот случай. У него радость, у нее горе. Да. Причем, что самое приятное по одному и тому же поводу. Да. И она, как близкий человек, страшно всему радуется. Страшно радуется за него. Он приходит такой и говорит, слушай, дорогая, у меня появилась любовница. Ты что, правда, что ли? Да. У папы любовница появилась. Так, давай, давай, я отсюда. Так, мальчик. Ну, давай, расскажи, расскажи, какая она. Брюнетка, да? Блондинка? Это вот как тебе нравится, да? Какого роста? Высокая? Метр семьдесят. Ой, как я счастлива. Скажи мне, как у вас в постели? Да? Ой, я так рад. А то у меня голова болит, то ты, уставший, с работы приходишь. Ну, что ты стоишь? Ну, что ты стоишь? У вас сейчас самый романтический период, да? Беги к ней. Беги давай. Подожди, не сюда. Ай, беги, ой, прелесть какая. Вот ты хотел, чтобы так было, да, между близкими людьми, а? Нет, нет, я не хотел, чтобы так, но просто это я неправильный пример привел. Но бывает же как, живешь с женой, живешь, и накапливаются темы, на которые при ней нельзя говорить, потому что они ее напрягают. Причем темы совсем невинные. Пришел ты с работы, и говоришь ей, слушай, у нас один случай был. У меня знакомая есть, у него есть любовница. И вот он приходит к ней, вдруг понимаешь, она уже тебя не слушает. Она говорит. Подожди, это какой знакомый? Слушай, да ну не важно, ну там один человек с работы, не важно. Значит, и он приходит к ней. А, с работы? Володька, что ли? Слушай, ну да какая разница, я же тебе историю... Ой, бедная Марина, бедная Марина. Слушай, я тебе объясняю, там просто смешно, понимаешь? А тебе смешно, да? Что он, значит, любовницу завел. Вот какие у тебя друзья. Слушай, ну с кем не бывает, но человек влюбился. А, значит, и у тебя такое может быть, да? И вот здесь ты должен ответить, что, ну, теоретически да, может быть. Потому что теоретически вообще все, что угодно может быть. А ты уже все понял. Поэтому говоришь, нет. У меня такого быть не может. И думаешь, господи, неужели эта глупость ее устроит? А ее устраивает. А меня, знаете, раздражает что? Вроде мелочь, но это важно. Вот рассказываешь ты какую-то историю смешную. Там, не знаю, как вы в молодости ездили на трамвае в кафе. А трамвай кафе сильно переезжал. И поэтому вы открывали дверь, ну, разжимали и выпрыгивали. А один боялся. Причем боксер здоровый армянин Мурадян. Но он боялся. И в какой-то момент мы его уговорили. Причем рассказали так. Разбегаешься и прыгаешь. И он действительно стоит, разбежался, прыгнул и ударился головой о притолоку. Там, где написано выход. Вылетел вперед ногами, летит. Мы едем на трамвае, он параллельно летит. Армянские глаза, нос вот такой огромный. Он летит. Метра два где-то. Да, он летит, вот глаза полные ужаса. Вот, пролетел метров семь, рухнул. И еще метров пять проехал по асфальту и заехал под машину. Га! И бампер держит, смотрит на нас. Ну, вроде смешная история. А вот если при ней рассказывать, было бы так. А, едем мы с друзьями в кафе. Не в кафе. Не в кафе, а в медучилище мы едем. А там действительно они учились в медучилище. А я не учился. И чтоб всю эту коллизию не произносить, я упрощаю. И говорю, в кафе. А ей важно, что в медучилище. Потому что она за правду. Я говорю, ладно, в медучилище. Едем на трамвае в медучилище. Едем, открыли двери. Армянин этот разбежался, прыгнул, летит. Глаза вот такие полные ужаса. Какие глаза, ну что ты говоришь? Ну как это можно из окна увидеть глаза? Хорошо. Просто лицо у него, лицо такое, вот на лице ужас. И он летит метра два над землей у него. Не, ну какие два метра? Ну если бы он упал два метра плашмя, он убился бы вообще. Метр устроит тебя? Устроит. Метр восемьдесят пять сантиметров. Вот. И вот он летит. Летит он восемьдесят пять сантиметров над землей. И метров семь он пролетает. А, ну какие семь метров, а? И под машину он не заезжал. И тебя там вообще не было. А Вадик это совершенно по-другому рассказывает. Слушай, возьми сама и расскажи, давай. Не, ну что, я не умею. А что ты хочешь тогда? Нет, ну это же правда, ну... Что ты хочешь? Что? Ну это же правда. Правда? А мы сейчас для чего рассказываем? Чтобы было смешно или чтобы все узнали правду о армянине Мурадяне? Ой, вечно ты со своими претензиями. Ну и все, и уже ничего не хочется рассказывать, просто говоришь. Знаете что? История такая. Один армянин выпал из трамвая и больно ударился. Что? Почему вы не смеетесь? Это чистая правда. Куда вы уходите? Подождите. Я еще массу таких историй знаю правдивых. Например, как я палец дверью прищемил. Я, собственно, вам ее уже рассказал. Что, мне интересно? Вот так вот. И вот такое накапливается, накапливается. И потом мы видим картину. Сидят в ресторане. Муж и жена. Ужинают. Молча. Сейчас доедят. И поедут домой. Тоже молча. Нет, она перед сном спросит. Ты завтра когда уходишь на работу? А он ей... Девять. Разбуди меня без пятнадцати. Хорошо. Пообщались. И заснули. Это есть их семейная жизнь. Но зато он знает, что в пятницу вечером они с друзьями пойдут в баню. Там выпьют пиво, анекдоты потравят. Может быть, выпьют водки, а там еще что-нибудь. Ну и домой приходит уже такой пьяненький, поздно. Но он знает, что его никто ругать не будет. Это его законное время. Ему уже постельно отдельно в зале. Там он может храпеть. У него тазик под кроватью. Ну так, на всякий случай. На следующий день он проснется, выспится, поведет детей в зоопарк. Вечером пойдет с женой, ну или в гости, или к тещи. Возможно, в ресторан. Может быть, в ресторан. В воскресенье у него дела по дому. И за это его в пятницу отпускают в баню. То есть получается, что он всю жизнь пережидает. Ждет вечера пятницы. Ты обобщаешь, по-моему. Так все-таки не у всех. Ага. У некоторых баня в субботу. Вы видите, на экране у нас готовится Алексей Кортнев и группа БЗИК. Вы встречайте. Не только готовятся, но уже прям выходят. Вот они. Алексей Кортнев, ваши аплодисменты. Здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Вчера была среда, сегодня понедельник. А я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность. В конце мы все стоим под звуки овощного танго. Под крики гол, под замок полиуретана. И от привычки улыбаться беспрестанно. Крепчает кожа на лице. В своих скитаниях по дебрям магазинов Мы натыкаемся на трупы апельсинов, Где инквизиторы в халатах и лосинах Поют над нами, как соловьи. Поют над нами, как соловьи. Я подарю тебе овощное танго. Но это странно, боже мой, как это странно. Веки, любимая, я знаю, это ранка Ведет по гибели любви. Алексей, идите к нам, пожалуйста, будем с вами разговаривать. Вот мы уже сколько лет мы играем в спектакль, дружим. Сейчас наконец-то поговорим. Я не знаю, слышал ты, нет, про мужско-женские отношения. Ты чек опытный. Ты трижды был женат. Ну вот, зная тебя, я абсолютно уверен, что каждую из жен, Ну или из женщин, с которыми ты жил, ты любил. Очень. Да. А это были какие-то разные любови? Во-первых, это были разные женщины. Это я в курсе. Но ты был один. Но я был один. Но я тоже был разный. Знаешь, сначала мне было 22 года, Потом 32 года. Потом сразу 42 года. Да, вот как сейчас. Да, один за 10. И это совершенно три разных существа, я тебя уверяю. Би, я не сомневаюсь в этом. А я вот сомневаюсь. Мне казалось, что люди не особо меняются. Что-то не меняется. Но поскольку со страшной скоростью растет ответственность, А это одна из серьезных очень составляющих мужского начала, То я считаю, что и мужское в человеке меняется. Выпью еще раз. Да, давай, молодец. Давайте, нальем. После этой фразы действительно надо выпить, иначе ее не осознать. Мне всегда очень интересовал вопрос. Вот я не знаю, ты трижды был женат, да? Да. Соответственно, ты дважды... А детей у тебя двое, четверо, хорошо. Четверо. Соответственно, ну, трижды жил с женщинами, я имею в виду, да? Как минимум. Значит, ты дважды расставался. Да, очень смешно по этому поводу Андрюша Урган сказал. Это он не ошибся, это папа Ивана. Да, папа Ивана. Да, и мы что-то говорили там, вот когда ставили спектакль, А тоже о мужско-женских отношениях. И он говорит, ну, вот не бывает так, чтобы мужчины с женщиной разошлись просто так, сказал в пылу полемики Андрей. Я говорю, ничего подобного. Вот я был трижды женат, и всех очень любил и хорошо расстался. На что он сказал, то есть первые две умерли, сказал Урган. Ну, слава богу, это не так. Нет, это совершенно не так, да, да. Они живы, здоровы, и это очень хорошо. Действительно, вот, Леша, вопрос. Вот я никак не могу, вот я не понимаю, как это, вот, нормально расстаться. Вот как расстаться, если ты вот живешь, ну, я просто договорю, да, доживешь с женщиной, и ты начинаешь понимать, что ну все, вот, вот, как это расстаться. Да, и по-честному уйти. Как сказать ей? Если ты уходишь, ты получаешься победившей стороной. Нет, ничего подобного. Если... Давай, научи. Давай. Значит, нужно запастись терпением, и за какое-то время сделать так, чтобы ты ей тоже надоел. То есть делать ей пакости какие-то? Нет, 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 не пакости. Лучше, чем я думал. Нет, никакие пакости. Как раз, нет, пакости, пакости привязывают, по большому счету, да. Ну да, если придешь, да, она... А наоборот, знаешь, ты становишься совершенно елейным человеком, очень ее любишь, но при этом как-то скучно. Скучно любишь? Скучно любишь, да. А расскажи, как это скучно любить? Ну, если же цветы... Она тебе говорит, поедем к маме, говоришь, поедем. Поедем, да. И едешь. А, помоги мне, выброси мусор. Выброшу, да. Отдайте все деньги на... Ну вот как-то примерно так. Нет, на самом деле, если не делать взаимных подлостей, а их можно не делать, я вас уверяю, то можно сохранить с людьми... Вот ты говоришь, можно не делать взаимных подлостей, но как же всегда бывает, что ты сделал поступок, который ты абсолютно не считаешь подлостью, а он в результате оказывается подлостью. Да. Значит, пойди объясни, что это была не подлость, а просто так получилось. У тебя же язык есть. Ты еще умнее, чем я думал. Должна. Нет, но это уже вопрос твоей убедительности. Просто убедительности, опыта, умение договариваться. На самом деле, надо уметь договариваться. Во-первых, я всегда любил женщины, женился на женщинах, которые были умны и умели разговаривать по-человечьи совершенно с людьми. Как ты узнавал? Что-что? Ну что они умны, как ты узнавал? Просто, как правило, это как раз в процессе узнается. Ну, не знаю, в процессе общения я же не сразу же на них наскакивал прямо вот. А сначала разговаривал некоторое время. А есть какое-то среднее время, чтобы узнать, умная или дура? Есть минут пять. Ну, на мой взгляд. А какие вопросы нужно задавать, чтобы понять? Чтобы понять? Чтобы понять, умная или дура, если пять минут ты говоришь, какие вопросы нужно задавать? Или просто предоставить ей микрофон, пусть говорит пять минут, ты поймешь. Вот да, да, да. Нет, не микрофон, а вот просто наедине как-то, знаешь, посмотрите в глаза со значением, ну, тем самым дать понять. Ну, щебечи. Ну, давай, да? Щебечи. Щебечи. Дорогие и уважаемые зрители в зале, телезрители, когда вы в последний раз слышали глагол щебечи? Да, то есть это не название железнодорожной станции в Могилёвской, Малые щебечи, да. Да, да, да. А именно глагольная форма. Ну, в общем, да, и вот в процессе щебетания оно проявляется. Ты распознаешь. Абсолютно. Вопрос такой важный, наболевший. Когда ты начал лысеть? Это я еще не задал вопрос. Да, 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 я понимаю, да, там запятая. Когда ты начал лысеть, запятая. Не было ли у тебя паники по поводу твоего нравления женщинам? Абсолютно нет, потому что в этот момент у меня особенно закурчавились волосы на груди. И стало понятно, что... На том сохранение волос. Да, что просто нужно брать другим. Ты действительно гораздо умнее меня, потому что у меня уже тоже курчавились волосы на груди, но я не знал, что это компенсация. Это абсолютно. Зато ты его гораздо высеял. У меня такой вопрос. А как ты боролся с лысиной? Опля. Ты знаешь, я на самом деле очень рано понял, когда... Знаешь, вот что мне повезло сделать. И откуда ты начал лысеть? Я начал лысеть за лысин. Вот отсюда, да? Снизу поползло, да. А я отсюда. Не, мне отсюда. Знаешь, извини, я скажу сейчас тривиальности, я перебью тебя на секунду. Мне говорят, что если человек начинает лысеть здесь, значит, он очень много думает. Да. Если здесь, значит, он очень хороший любовник. А если и здесь, и здесь, значит, он очень много думает, что он очень хороший любовник. Хороший любовник. Да, 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 да. Я понимаю. Известно. Мне бабушка сказала, говорит, Бог за ум лба прибавил. За ум лба прибавил. Прекрасно. Ну, это именно, да, что он как бы... На самом деле, значит, ума и мозгов, у Лёши очень крепкие мозги, мы не раз выпивали. И только однажды, я помню, как Лёша, даже не то, чтобы он напился, но было это в Риге, мы выпили всё, что было в России. О-хо-хо, и как это не напился? Напился смертельно просто. Это да, значит, мы выпили всё, потом слили всё из мини-баров, значит. Причём я утверждал, что это коктейль Лонг-Айленд Айсти. Да, совершенно верно. Если слить всё, что есть в мини-баре, получается именно этот фирменный коктейль. Соответственно, где-то к пяти утра мы стали читать друг другу стихи, свои, чужие. Лёш, 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 чуть подробнее. Я думаю, что женщины сейчас должны, конечно, вот просто... Они не могут себе представить такой картины. Что? Рига, пять утра, мы читаем стихи. Рига, гостиничный номер, зашторенные окна. Да, окна были открыты. Человек пять-шесть мужиков, женщин нет. Да. Но дело не в этом. Я о мозгах Лёшина говорю, о крепости их. Расскажите, ведь органа он вырубился раньше, судя по всему. Короче говоря, Лёша в какой-то момент дошла, к нему пришла очередь читать стихи. И он сделал так. Не спускай, что же я. Он сказал, ребята, я абсолютно всё понимаю. Только ничего не могу произнести. Было дело, помню, отлично. Единственный случай, да, когда на Лёше сказалось выпивка. А почему мы об этом сейчас заговорили? А мы о том, где-то вопросы про облысение, понимаешь, пошли. Я сейчас закончу про борьбу с облысением. В юном достаточном возрасте, то есть где-то лет, наверное, в 19, попасть на театральный воркшоп, как это тогда называют, ну, лаборатория. Мне кажется, в Берлин. Ага. Западный. И я туда приехал, совершенно дикий, понятно, да, взлохмаченный человек. Это год, значит, где-то 86-й. Ну, 85-й. Ну, или 86-й. То есть совершенно такой. А у меня тогда во все стороны росли с головы волосы, вообще просто, да, курчавились с такими плавными волнами. И вот я приехал в Берлин, и там в меня влюбилась финская девочка. Очень страшная. Очень. Но милая. И я так от этого перепугался, и было понятно, что это... Тут ты и полысел, да? Штар, и тут ты и сел стоишь. Штар, и полысел. Леша, она здесь. Да. Приглашайте. Ледкий, иди среди вас, короткий, ирки-пукки-тукинен. Вот, и она мне сказала... Она загранила твои волосы в какой-то момент. В коробочке на черный ящик. Сказала она мне, что все, говорит, я в тебе люблю. Вот, все люблю. Только у тебя ужасная прическа. Ужасная. Это видеть невозможно. А я был такой нормальный советский пацан. То есть волосы вообще не стриг. И они у меня, ну вот реально там, где-то до плеча, где-то вам по пояс будет. То есть, ну, по-разному росли. И я пошел и оболванился прямо там, в Берлине. На Лысняк. И она мне сказала, вот. Вот так ты покоришь мир. И действительно. И все нафиг. Это финская цыганка. Это финская цыганка, да. И с тех пор я стригусь. Песня это ода зависти всех лысых артистов одному. Вы поймете, кому. Опять журналы листал, опять меня немножко. А этот просто достал, глядит с любой обложки. Под горку катится вниз моя сама оценка. Я тоже лысый артист, но не Куценко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не Куценко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не Куценко. Я тоже, кстати, готов. Сомненья к черту сбагрив. Сыграть любовь и морковь. И хоть какой параграф. Я тоже налысо брит. А он снимает пенки. Видать, не все, что блестит. Уже Куценко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не Куценко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не Куценко. И если средь бела дня Его я укокошу. Напишут не про меня, А что убили Гошу. А я ведь клевый чувак. И лысый, как коленка. Чего ж вам, суки, не так? Ну, не Куценко. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не Куценко. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но дело в том, что и я Завидую Куценко. Мне посочувствуйте вы И мой секрет узнайте. Я не Куценко, увы. Я Арбакайте. Ай-ой-ой-ой-ой-ой. Арбакайте. Ай-ой-ой-ой-ой. Это Куценко. Спасибо большое. Алексей Кортни. АПЛОДИСМЕНТЫ Какое я имею право Говорить ребенку Не обманывай. Я сам иногда обманываю. Не обижай. Сам обижаю. Не желай зла другим. Желаю. А какое я имею право Требовать это от него? Может быть, это я делаю, Потому что меня самого так учили, А у меня не получилось. Может быть, у него получится. То есть перекладываю Ответственность на ребенка. Свинство. Да. И ты говоришь ему Извини, сынок, Пересядь на другой стульчик. Хорошо. И ты ему говоришь Извини, сынок, Не смог твой батька Жизнь правильно прожить Так, как учили. То есть не врать, Не ругаться матом, Не изменять, Водку не пить, Не заводиться По разным пустякам. А как тут не заводиться? Когда приходишь домой, И она сидит, У нее лицо все в окурцах. Говоришь ей, говоришь, А она вообще ничего не понимает, Как по стенку горохом. А эти на работе Сидят, штаны просиживают, В домино играют, Зарплату зря получают. И этот сосед еще в 8 утра Начинает сверлить. А ты говоришь, Сосед, Я не слышу, Я не слышу, Я не слышу, Я не слышу. Я не слышу. Ага. Ну вот как вот тут не завестись? А ты говоришь, Сынок, А ты поступи как-то по-другому. Встань утром, Поднимись к соседям на второй этаж, Позвони и скажи, Уважаемые соседи, А не могли бы вы как-то уже Хотя бы часик-два не работать? Дайте мне поспать сегодня в 8 утра в субботу. Но так же не получается. Батя, Идем им в морду въедем лучше. А это пойдем, да. В общем, единственное, Что я могу с уверенностью сказать своему сыну, Так это, Сынок, Не засовывай пальцы в розетку, А если уж засунул, Не бей по ним молотком. Но ведь этого недостаточно, Чтобы он вырос порядочным человеком. Недостаточно. А я подумал, Почему ребенок думает, Что все в жизни у него должно быть хорошо? Потому что он главный герой своей сказки, Своей жизни. А он же привык, Что у главных героев все хорошо заканчивается. И вот ребенок вскакивает в жизнь, И говорит, Ну-ка дайте мне, Змея Горыныч, Я сейчас ему все головы поутрубаю. Давайте мне, Василиса, Женюсь и заживу долго и счастливо. Смотрит, А вокруг сплошные Иваны-Царевичи. То есть главные герои своих сказок. Более того, Для многих из них он, Змей Горыныч. И это вообще в голове не укладывается. И во второй не укладывается. И в третий. Ну правильно, Вот в сказках говорят, Живут они долго и счастливо. А как это, Долго и счастливо? Об этом в сказках ничего не написано. А вообще, Так бывает долго и счастливо? Коротко и счастливо? Бывает. Да. Долго и несчастливо? Да. На каждом шагу. Скажем, Коротко и несчастливо. Да вообще. Очень часто. А чаще всего бывает так. Долго, То счастливо, То несчастливо. А вот долго и счастливо. А знаете, Почему они нам ничего не рассказывают дальше? Потому что вот у них уже на свадьбе Вся сказка закончилась. И началось вот это вот, Ну то, Что у всех начинается. Ну вот и представьте, Иванушка спас Василису Прекрасную, И здесь на ней женятся. Свадьба! 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 Ара! Свадьба! Июль месяц. Столовая при фабрике народных промыслов. Столы такие, Клеенка вся изрезанная, На тарелке колбаса и сыр такие, Заветрившиеся, Винегрет такой с поволокой. Беляши холодные, Зато водка теплая. А на втором плане кухня. И там три такие огромные кастрюли. И на них написано Суп, котлеты и пюре. А знаете, почему пишут? Потому что хрен отличишь суп от котлет. Там все сплошное пюре. Столовая празднично украшена Коричневыми липкими лентами, С которых гроздьями свисают мухи. Те мухи, которым места не досталось, Они расположились на холодце и на паштете. Да, со стороны Иванушки Такие крепкие, местные, деревенские мужики. В белых рубахах, Прилипших к спине. Ну здесь круги под мышками. А дамы деревенские, Такие с начесами и юбками обмахиваются. Со стороны Василисы Тут интеллигенция в первом поколении. Папа в очках, Мама с радикюлем. Приехали на Волге. Их за это уже все возненавидели, Но пока держатся. Иванушкиного папу Сторожат с двух сторон. Слева жена, Справа сестра. И обе шипят, Не пей, Только не пей. Он так добродушно улыбается. Ну чё ж, я не понимаю, что ли. А сам на минералку налегает. Он туда водки налил. Василисина мама Начала читать стихи Ахматова. Анна Андреевна. Пожалуйста. Когда б вы знали, Из какого ссора Растут стихи, Не ведая стыда. И на второй строчке Иванушкиного папу Стошнило. Нет, не потому, Что он Ахматову не любит. Ему на Ахматову, Ну просто Время подошло. Понимаете? Две бутылки Нарзана И без закуски. Ну как это? Василиса чуть не плачет. Она же мечтала Танец жениха и невесты Танцевать под вальс доги. Из мой ласковый и нежный зверь. А Иванушка уже На ногах не держится. В итоге танцевала с мамой Под Абелый лебедь на пруду. Абелый лебедь на пруду Качает падшую звезду. Класс! Танцевала И рыдала от унижения. Из музыкантов денег хватило Только на соловья разбойника. Ему сразу заказали Просвистеть Владимирский Централ. Он два пальца в рот сунул И ну блевать. Это же у него пятая свадьба. Везде подносит. А в разгар события Появился Илья Муромец. Да. Весь страшный В наколках. Ну а как? Он же сидел Тридцать лет и три года. Вот. Ну хлопнул Тридцать грамм водки. У него глаз так загорелся. Он рядом избушку На курьих ножках увидел. И решил все так Шикарно сделать. Он сказал тост За прекрасных дам. Плеснул ей шампанское В стакан с водкой. Ну и пригласил ее На белый танец. А потом за сарай завел ее И прямо на поленице. Ай красавчик. Под конец приперлась То не знаю что. Выхватила у соловья Разбойника микрофон. Долго в него куражилась. Обозвало князя Гведона В рифму. Потом побило музыкантов. Вот. Тем не знаю чем. Тем не знаю чем. И ускакал оттуда Не знаю куда. Туда же кстати И чайный сервиз ускакал. Который Руслан И Людмила подарили. И ложки Мельхиоровые. Вот эти. И этот еще. Я там был Мед пиво пил По усам текло В рот не попало. Вот у него всегда так Течет по усам Мимо рта. Это так куда же Нужно подносить рюмку. У него что Рот Не под усами расположен. И это наш рассказчик. Ой. Так они в общем и зажили. А вы говорите Долго и счастливо. Да. А у Илюши С избушкой Все как-то на удивление Сложилось. Он так только Иногда ей кричит По пьяни. Попалевцу тебя Раскатаю. А так Душа в душ. Ну и что теперь Детям рассказывать? Ах. Делать-то что? Спасибо. Спасибо. Дамы и господа. Любимый, большой, могучий Василий Уткин. Сюда. Вася. Ребят, я сейчас найду, чтобы было смешно. Постойте, обнимите свой. Ах. Все. Василий Уткин. А, Вася. Необъятный. Не так смешно. Здравствуй, милый. Идем, идем разговаривать. Мы тебе диван приготовили. Аккуратно. Осторожно. Осторожно. Нас здесь покачивает. Нет, Вася, не ты один на диване. Хотя, Леша, не важно, ему везде место. А, я здесь помещусь. Подвинься сюда. Здесь в ложбинку сунусь. Коньяку мне нальют вообще. Это не чай, я тебе еще раз говорю. Сейчас. А вот виски настоящие. Виски настоящие? Виски настоящие. Нет, я могу коньяк тебе налить. Так, конечно, налей. Давай. Налей. Вася, скажи ради меня, пожалуйста, Вася. Скажи ради меня опасный момент. Скажи. Ну, скажи. Это коньяк чая, Вася. Скажи. Забирает. Вот опасный момент. Все, спасибо. Браво. Знаешь, у каждого в жизни есть такая... Первая книга, после которой он, собственно, начинает читать. Вот я помню, у меня это был Робинзон Крузо. У Леши, у него забавная книга «Приключения Карика и Вали». Вы, видимо, поздно начали, и поэтому все помните. Я правда не помню первую книгу. Я все время читал. Ты все время читал? Да. Ну, когда ты научился читать? Ну, между четырьмя и пятью годами. Ну, и первая книга была «Олег Блохин гол, который я не забил», нет? Нет, ну что... Или инструкция по применению освежителя воздуха. Кстати, это тоже было интересно. Освежителя воздуха тогда не было, но инструкции были довольно любопытные всегда, это правда. Не-не-не, вот коньяк, это чай. Ну, да, зачем дискрана. Сейчас будет раздел «До и после коньяка». Зачем дискрана. Вадим, мы потом тебе про женщин зададим вопросы. Про женщин, да. Выпейте сразу все вопросы. Давай. Да как? Нет, не чай, точно. О-о-о-ох. Вот теперь поговорим. Сейчас, подожди, дойдет до желудка. Спасибо. Вот с твоей точки зрения, самая красивая женщина, которую ты видел в жизни? Ну... Ты ведь как мне скажи, выйдешь болваном? Нет, нет, почему? Только не говори какая-нибудь какую-нибудь абстрактную. Можно я сейчас отвечу немножечко в стиле предыдущего твоего вопроса? То есть вот женщина, которая впервые произвела на меня впечатление самой красивой. Ну, пусть так. Я сейчас боюсь перепутать, как звали это французскую актрису, но это та, которая играла Анжелику. Мишель Мерсье. Вот. Как раз я был в нежном возрасте. И, кстати, самое смешное, самое интересное... Поскольку ты тогда начал читать, то твой нежный возраст сколько? Год? Нет, ну, я не знаю, когда ее начали снимать, но в прокате было, когда мне было где-то 9-10 лет. А накануне я еще читал книжку про Анжелику. В отличие от многих. Да, да, да. Но это инструкция в основном. И там было волнующее описание сексуальной сцены с юной Анжеликой. Как ее там какой-то молодой человек тискал. Ой. Меня это очень возбудило тогда. И я шел на фильм, я ждал этой сцены. А ее вырезали, естественно. Ее там не тискали? Ее... Нет, ну, так не тискали. Так, как в книге ее не тискали. Было совершенно не то. Просто Баса себе такое придумал. То есть, как я понимаю, именно с Анжеликой связаны первое разочарование твое в любовном опыте. А, ребят, а вы помните, фильм «Табор уходит в небо»? Да. Спасибо. Спасибо. Илана Тома. Когда она там, она немножко раздевается там, и она снимает юбки. Нет, она уже голая по поясу, она снимает юбки. Она снимает юбок 15, но остается еще 30. А так ждешь. Ну вот же, может, это последняя юбка. Ну, пожалуйста, ну пусть будет. И при этом приговариваешь, любит, не любит. Да, она снимает. Я даже в бриллиантовой руке, вот когда свет личная. Всегда надеешься, что, может, они не обрежут в этот момент. Да, она рискнет и не отвернется. Первая влюбленность, Вася, вспомню. Помню. Спасибо. Вспомнил? Хорошо. Мы просто хотим сделать приятный. Нет, вас интересует какого рода влюбленность? Я хочу так потянуть время немножечко. В книге, естественно. Или в родину? Нет. Нет. В родину я так и не влюбился. У нас не такие дружеские отношения остались. Это, кстати, по поводу дружеских и прочих отношений с абстрактными понятиями. Я больше всего на свете люблю, вот как мой коллега, футбольный комментатор Владимир Маслаченко, ответил на вопрос, однажды в интервью, верит ли он в Бога. Вот как вы ответите на вопрос, верите ли вы в Бога? Владимир Маслаченко сказал, нормально отношусь. По-моему, это абсолютно великий ответ. Нормально отношусь. А что касается первой влюбленности, естественно, это было в школе, естественно, это была страшная неудача. Естественно, потому что так вышло, что я вошел в школу рано, вот, достаточно рано. Я не вижу, что в полдевятого утра, не надо снимать у меня с языка. Нет, вы просто уже на счет полдевятого шутили, я думал, что вы, как обычно, будете повторять свои шутки. Еще раз повторим, да. Да. Но это же смешно, когда можно с разными людьми прочтить одинаково, правда? Из интервью видно, что у нас с Васей хорошие отношения. Дело в том, что я был самым младшим в классе вообще. И поэтому вот именно девочки из класса, которых я видел в наибольшей степени, да, и больше всех с ними общался вот в этом возрасте, когда будет первые романы, они меня всерьез не очень воспринимали. Ты маленький, что ли, был? Ну, маленьким я никогда особенно не был, но, в общем, в их понимании я был маленьким. А я помню... Что бы они сказали про меня? А я помню ситуацию четко, вот, по-моему, класс седьмой, мы в Одессе с Лешей. А в Одессе тоже бывает холодно иногда. Да, вот мы выходим, мы так, значит, закутались, прям шапки, шарфы, там, прям перевязали, все. Таким, идем... Человек при слое холодно все-таки первым делом вспомнил именно шапку. Это не случайно. Ну, да. А вот идем... Он не сказал, там варежки, там, не понимаете? Ну, уже руки не облысели, да. И вот идем такие закутанные, и мы видим девушку из параллельного класса. И она очень была красивая, я помню, она идет в каком-то легком пальтишке с развивающимися волосами. Я вот тогда еще понял, что действительно мы для девушек, вот, ровесники в то время, маленькие совсем. То есть, какие-то мы... Ну вот, ну вот. Опять главный образ были развивающиеся волосы. Вот это подсознание-то что делает. Вопрос, который мы еще не задавали. А вот первое разочарование по поводу женщин. Вот тогда и случилось. Вот тогда и случилось, ну а как, ну вот, собственно, вот так и случилось. Ну вот тогда же ничего не получилось. А я имею в виду такое серьезное разочарование. Вот у меня, например, извини, я расскажу тоже небольшую, маленькую историю. У меня в девятом классе, прям сразу первая моя, ну, влюблен, скажем, не любовь, но влюбленность. Я ее отбил у своего товарища. А потом смотрю она и стал с ней встречаться. Потом смотрю, на больших переменах она куда-то исчезает. И почему-то исчезает и мой товарищ в этот момент. И при этом он просит ключи отдачи. На время большой перемены. Я никак не сопоставлял это. А потом однажды мы приехали на эту дачу мою, я крал у родителей ключи, ездил на дачу и целовался там с ней. Она говорит, ой, так хочется выпить. А я в девятом классе даже не мог подумать о выпить. Я говорю, я не знаю, где у меня нету. Она говорит, ну сейчас, подожди секундочку. Так раз, говорит, ох ты, смотри, вот бутылка вина. И я потом только понял, что она приезжала туда с ним. Спустя годы. Спустя годы, да. У меня открылись глаза. И это было жутко. Нет, ну не спустя годы, а я понял это. И у меня было жуткое разочарование. Потому что я был так воспитан. И так я и ощущаю до сих пор. Что если любовь, то это навсегда. А я, знаете, вот вспомнила. Я не про книжки, я про первую любовь и первое разочарование. Да, тоже из Одессы. Приехала первую любовь, встретила в Москве. Потом он приезжал в Одессу делать предложение. Потом все закончилось. И вот очень хотелось тогда, мечталось. Вот, а я назло. Я вот покрашусь, вот оденусь, вот приду. Потом как-нибудь вот стану звезда. Приду, он видит, какая я. И вот так пожалею. Ты же звезда-то стала, ты пришла. О том, что вот я об этом и говорю. Что сейчас-то уже, когда вот это вот спустя много-много лет, уже, конечно, никуда не хочется приходить и кому-то что-то доказывать. А он сидит дома и думает, да, смотрит на что-то и думает, большая разница. Нет, он-то сидит и думает. Слушайте, а у вас в Одессе какие-то разочарования сплошные? Да. Просто откровенные люди. Скажи, пожалуйста, что сейчас интереснее, что больше доставляет удовольствие? Ты играешь в спектакль, ты комментируешь футбол, ты работаешь на эхе. Ты ухаживаешь за женщиной. Не, ну это все-таки из другого разряда. Что интереснее и может быть что-то еще появится у тебя, что... Вот я понял, что из другого разряда все-таки гораздо интереснее. Вот вы все здесь, вы обсуждали здесь разные ситуации, вот встреч и расставаний мужчин и женщин, да? Вот это еще пока не обсуждали. Когда-то, некоторое время назад, я испытывал романтические чувства к одной девушке и встретил еще и другую. У меня никаких обязательств перед первой еще не было. Ну, у меня просто были к ней нежные отношения. И я оказался в ситуации, когда у меня практически на равной стадии было два романа. При том, что я, в общем-то, никого не обманывал. Нет, вы это не обсуждали, понимаешь? Да, да. Вот, и настала ситуация, когда я как честный человек, этого вы не могли обсуждать. А я как честный человек, я понял, что я... Я понял, что я должен выбрать. Вот. И я выбрал в пользу своей новой симпатии. Просто потому, что она на вере. Нет, не поэтому. Третий. Не поэтому, нет. В том-то и дело. Я выбрал по другим причинам. Мне просто, я вот думал, как же так, я мучился, терзался и так далее. Вот. И сейчас я понимаю, насколько неправильно я выбрал. А вот тут они смеются. А? А почему это трагедия? Я вчера встретился с этой девушкой, с которой я тогда расстался. Ну и как? Ты способен постановиться? У меня есть четкое совершенно убеждение того, что я сейчас был бы с ней счастлив. Ну сейчас ты можешь быть с ней счастлив, если ты вчера встретился? Ну она родила в прошлом году. Не может. Тоже смешно. Сразу, сразу появляется. Тоже смешно. Я вчера полночи спать не мог, а людям смешно. Да. И сейчас еще смешнее будет. Слушайте, на самом деле, действительно, все правда, то, что говорит Вася, и здесь вот нет... А что, а неужели человек не может... А вот ты поднял такую... А я не знаю, как быть. Да, а ты поднял такую тему... Я пока еще не придумал. В сердце мужчины может поместиться две любви. Не романа, а две любви. Ну я не знаю. Любови. Я не знаю. Все-таки я что-то по-честному выбирал. Мне тогда казалось, что не может. Поэтому я должен был выбрать что-то одно. А если бы ты знал, что может, то, может быть, ты бы так и любил обидеть. Понимаешь, я слишком серьезно относился, как это не смешно, потому что это тому и к другому. И я точно не хотел обманывать. Я когда понял, что уже отношения развиваются очень серьезно, я подумал, что вот надо как-то... К тому и к другому действительно смешно звучит. И выбрал не то. Потому что та, которую я выбрал, теперь абсолютно счастлива с другим человеком. Кстати, самое смешное, что это счастье, с которым она счастлива. Вот если просто кто знает, вот поставить нас рядом, это просто абсолютно разные люди. Да. Вообще, то есть у нас нет вообще ничего общего. Кроме нее. Вот. А та девушка, соответственно, она теперь счастлива с другим человеком. Ну, я просто его не знаю совсем. Вот. Я его вчера встретил. Думаю, что я... Не, ну я просто... Ребята, у меня есть ощущение, что Василий Уткин это самый... Ну я болван, ты понимаешь? ...самый искренний человек, у которого брали интервью на телевидении. Аплодисменты ему, действительно. Я самый натуральный болван. Вася, огромное тебе спасибо. Спасибо тебе, выпивай коньяк. Самое глупое, что мы можем сейчас сказать. Вася, мы желаем тебе счастья. Счастья, Вася, счастья. Но на самом деле, у тебя есть друзья. Вася, если что, спасибо тебе большое. Спасибо большое, Василию. Вася, у тебя ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Странное ощущение, знаешь, я мужчина среднего возраста. 37 лет вроде уже средний возраст. Знаешь, я вообще свой возраст, знаешь, когда осознал. Когда? Когда Зидан ушел из футбола. В общем, ушел почему? Он ветеран, порад, давать дорогу молодым. Ну да. А я же на год старше его. Я сразу понял, что я никогда в жизни не сыграю за сборную России по футболу. Нет, ну понятно, что я и раньше не особо рассчитывал. Но у меня представлялась такая картина, что вот поехали наши на чемпионат Европы. И все отравились. Вот, а все? Нет, не все. У них в заявке 23 игрока, отравилось 13. И осталось 10. И не хватает одного. Ну что делать? Хиддинг как подходит к нашей скамейке и говорит, ребята, если кто-то когда-то играл в футбол, помогите, а то у нас, видите, какая проблема. И все сразу на меня. Да. Ну а на кого? Ну правильно. Нет, на скамейке сидят, Карпин, Бесчастных, Мостовой. Они все ногу сломали. Мы поскользнулись. Поскользнулись, да. Сидит Кофтун. И уже даже начал подниматься, но Хиддинг ему так даже не думал. Прекрасно. В общем, я спускаюсь на поле, Хиддинг меня отводит в сторонку и говорит, Я верю в тебя, сынок, еще каким-то футбольным секретом делится. Говорит, знаешь, на самом деле пиле женщина. Ну и я бегу, окрыленный этим знанием. Но поначалу у меня не очень так получается, но на 89-й минуте мяч ко мне как-то так удачно отскакивает. Я с полулета бью, он летит прямо в девятку. Все, гол, я срываю себе футболку сборной России, бегу к нашей скамейке, а там к Хиддинг. Курик такой косяк ему из Голландии прислали. Говорит, и я с заменой угадал. А вот эта вот история, что мужчина и женщина две половинки. И что нужно обязательно найти свою половинку. А если она, предположим, в Уругвайе. Поэтому все женятся на ком. На одноклассницах, на сослуживицах, на тех, кто в доступе. А один, предположим, зарубился. Решил найти свою половинку. За ним в институте однокурсница бегала. Симпатичная причем. Проигнорировал, но почувствовал, не она. И поплыл в кругосветное путешествие. Ну, чтобы найти ту, единственную. И вот кораблекрушение. Спаслись двое. Он и модель. Невероятной красоты. А еще умная, добрая, порядочная. Так, конечно, не бывает. Но для рассказа нужно. И вот живут они полгода на острове. Она в него, естественно, влюбилась. А он в нее нет. Ну, вот чувствует не она, не близка ему. Так и живут. Никак. Он только иногда с козами для здоровья. А с ней нет. Принципиально. Но чтобы не изменять своей половинке. Наконец их спасают. Он так холодно с красавицей попрощался. Всего доброго. Козуч мокнул. Она ему не уезжает. Вот. И поплыл в Уругвай, естественно. И в первом же портовом кабаке смотрит, лежит под столом красавица, горбуния карлица. Лет пятидесяти пьяная, естественно. Вот. И сердце ему еще так. Она, твоя половинка. А он такой, да вижу. Ужас-то какой. И это вот из-за нее он всем отказал. С козами намучился. Не обижай. Собрал ее в рюкзачок. Ну и увез с собой. Ну, судьба. Вот такая история, собственно. Да, мне кажется, что вот с половинками это какая-то разводка получается. Нет, ну, конечно, хотелось бы найти свою половинку. Но в жизни бывает как. Вот ты влюбляешься иногда не потому, что встретил какую-то там невероятную женщину, а просто ты налился любовью. Накопилось в тебе это. И ищет выхода. И вдруг она так мимо проходит, какая-то такая женщина, посмотрела на тебя, улыбнулась. А может быть и не улыбнулась. А так просто прошло. А тебе уже все равно. Потому что ты налился уже любовью. И ты идешь к ней. И выплескиваешь всю свою любовь. И все, ей уже деваться некуда. Потому что любовь вокруг уже. Все, она увязла в этой любви. А дальше может произойти так. Вот она лилась, твоя любовь. Лилась, лилась. И в какой-то момент закончилась. И вот, когда последняя капелька из тебя выходит любви, происходит так. Ты просыпаешься с утра, открываешь глаза. И так. О, Господи, женщина, вы кто такая? Вы почему в моей постели лежите? Ты чего? Я жена твоя, мать твоих детей. Не надо. Детей я знаю, люблю, помню. А вы какая-то другая. Подожди, вас же звали как-то. Как тебя зовут? Лена. Вот. А мою жену зовут. Я сейчас вспомню. А, Лена. А ты говоришь, Лена. Подожди. Помнишь шрам на руке? Я еще на твою лыжную палку наткнулась. Ты меня на руках нес до больницы. Помнишь? Помню, нес. А родинку на щеке вот тут. Помнишь? Любишь ее целовать, а? И ты смотришь, а там такое родимое пятно. Огромное, расплывшееся. И понимаешь, она. И что делать? И дальше так. Если ты порядочный человек, ты остаешься в семье. А если честный, уходишь. Так, или наоборот. Да не, ну конечно, остаешься. Квартира общая, дети выросли. Да не, остаешься. Ну да, остаешься. То есть все начиналось как брак по любви, а закончилось все как брак по расчету. Причем по довольно счету. А бывает же вообще брак по недоразумению. Там из неловкости. Вот пришел ты на вечеринку. Какая-то девушка на тебя посмотрела. Ничего особенного. Ну твои друзья тебе говорят. Какая девушка, видишь, смотрит на тебя. Симпатичная. Ты такой, да. А они говорят, да что ты смущаешься? А ты не смущаешься, она тебе просто не очень нравится. Но они думают, что ты смущаешься. И чтобы они не думали, что ты смущаешься, ты идешь к ней, приглашаешь на танец, танцуешь. Но если танцуешь неловко, то надо что-то говорить. Говоришь. Провожать ее идешь. В подъезде еще она голову так еще как-то повернула, что неловко ее не поцеловать. Целуешь. Телефон на нее берешь. На следующий день неловко не позвонить. Она же будет ждать, обидеться. И вот ты уже помогаешь ей родителям переезжать на дачу. И не бросишь ее. Перед родственниками ее неудобно. Особенно перед тетей Катей. Она тебе банку икры везла из Астрахани. На свадьбу? На свадьбу, да. И ты еще выпил на свадьбе. Сказал, что любишь ее. Ну как же, тебя все этого ждали. Неловко же сказать, что ты из неловкости. У меня, знаешь, бывает неловко перед вещью. Ох ты, расскажи. Да. Значит, вот купил ты свитер. Померил дома. Как-то он, ну, не идет. Положил в шкаф. Но ты же шкаф каждое утро открываешь. И вот он, свитер. Лежит. Смотрит на тебя укоризненно. Ты же за него деньги платил. Каждый день придумываешь какую-то причину, ну, чтобы его не одевать. Но потом все причины заканчиваются. И ты его одеваешь. И еще брюки одеваешь некрасивые, чтобы заодно отмучиться. Идешь на работу. А тебе говорят, а вот те важные люди, которые должны были завтра приехать, они сегодня приедут. Надо и ехать с ними навстречу. И ты в этом всем едешь навстречу, а там еще девушка какая-то симпатичная. Ой. И ты перед, перед переговорами решил рассказать эту историю про неловкость по поводу свитера. Ну, чтобы они посмеялись. И, может быть, кто-то скажет, да перестань, идет тебе свитер. Никто не сказал. И сидишь в этом всем. А он еще жаркий, ты потеешь, здесь колется. Вот такой вот. А еще в зеркало себя увидел, понял, коротковатый он какой-то. Ну, в общем, измучился весь. Пришел домой, сунул его в шкаф. Все. Можно три недели не одевать. Прошло три недели. Потом еще неделю тянул. Но он же лежит, смотрит на тебя. Одел брюки, одел красивые. Ну, чтобы компенсировать. Вышел, вызвал лифт, лифт пришел, метнулся обратно в квартиру. Снял, сунул в шкаф и одел кофту, которая тебе нравится. И сразу полегчало. Потому что стало, как тебе хочется, а не как хочется свитеру. А потом отдал его тестю. Пусть, во-первых, порадуется старик, а пусть, во-вторых, помучается. Вот так. А вообще, многое на свете происходит из неловкости. Вот кто-то поднялся из окопа, да, и так, ура, и побежал куда-то. А ты думаешь, как-то, ну, не хочется тебе бежать. Ну, прям вот, ну, совсем. Стреляют. Холодно, стреляют, дождик идет, мокро, ну, прям вот, и страшно, ну, не хочется. И потом артподготовка идет, и знаешь, что сейчас придет командир и скомандует. Ну, тогда все побежим сразу. Ну, причем еще вопрос, в какую сторону бежать. А я так поднялся, ура, и ты так неловко тебе решил его поддержать. Ну, ну, ладно, ну, ура, поднялся тоже, побежал за ним. Ну, и что? А бежишь-то как-то не искренне, не весело. Без души бежишь. Без души, да. И, естественно, тебя убивают. То есть, что получается? Умер из неловкости. Камель, как ни удивительно, это не самое страшное. Это так, умер и все. А тут прожил жизнь из неловкости. Я том человеке, который смущался. Он же мог на эту вечеринку не пойти. Или даже вот, когда пришел, мог с ней уйти, но неудобно, неловко, потому что его на эту вечеринку пригласил друг, которому он когда-то сделал одолжение. Этот друг увидел, что он скучает, ему стало неловко, и он подвел его к этой девушке. То есть, получается, что ты всю жизнь прожил даже не из своего чувства неловкости, а из чувства неловкости своего друга. Бред. Как же хреново быть интеллигентным человеком. Дамы и господа, встречайте у нас в гостях Петр Налич. Опа! Петр Налич, встречайте! Петр Налич, встречайте! Петр Налич, встречайте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И постепенно, постепенно как-то нас стали узнавать А вы вот написали песню, поставили в интернет Гитар, Камтума, Будо, и все Три минуты и все Ну что делать, что я могу сказать? Ну вот, извините Ну ладно Вот мы, собственно, и позвали вас для того, чтобы вы перед нами извинились Кстати, мы хотим публично сказать спасибо другу брата, который оставил машину в копейку Спасибо огромное, если бы не друг брата и не его копейка, не было бы клипа, я правильно понимаю? Ну, по крайней мере, в том виде, в котором он есть, наверное, не было бы Петя, тогда такой вопрос Вы женаты? Да Ну да, после этого вопрос, счастливы ли вы в браке, там глупо задавать Да Вот мы тут говорили насчет измен, неизмен Да, я слышал, я сидел Вы слышали? Интересно вам это? Очень интересно, да Сложно вам правду говорить? Нет, правду говорить всегда легко и приятно А лгать? Лгать тоже просто всегда Тоже просто лгать? Да Нет, я помню, как Булгаков сказал, правду говорить легко и приятно, а вот в рань тоже просто Легко и приятно, да А у вас, я так понимаю, подходите к рубежу 30 лет, да? Или вы его перешли уже? Нет, подхожу пока Подходите, а вот мы уже его перешли лет на 8 И где-то вот Почему, Наряш, тебе 37 лет, просто напоминаю Не, ну 37 точно Лет на 7 мы его перешли, Слава, он же за правду А вот, и где-то к 30 и после 30 начинаются какие-то ломки Начинается непонимание, вот тебя учили, вот так хорошо, вот так плохо А оказывается, что не все так То есть тот самый кризис среднего возраста 30 среднего возраста, у вас не наступил еще? Мы его еще где-то в институте с моим другом пережили, как-то планово Мы решили, что, мы знали, что он грозит, знали, что будет много всякого нехорошего с этим связано И решили как-то собраться и пережить, и пережили его Все, этого не будет, поэтому Скажите, Петя, у вас есть какие-то проблемы в жизни? Есть, конечно Какие? Не скажу, конечно Мы их пережили, значит, так, с другом где-то В 7 классе В 7 классе мы решили взять, пережить ее в 4-й четверти все проблемы Взяли и пережили Проблема длины 3-й четверти, собственно Петя, вы четко помните этот водораздел, когда вы были непопулярны и сразу раз Он всегда был популярен А? Леш, он всегда был популярен А, с 7 класса вы пережили, я помню Нет, там просто было как бы А вы, что послужило причиной, что вы стали сразу популярным? Рождение? Наверное, да Да не знаю, чего говорить Нет, я к чему спрашиваю Просто, когда наступает популярность, наступают какие-то возможности Вы женаты были до того, как стали популярны Хотя вы стали популярны давным-давно Но, может быть, вы женились еще раньше? Я женился один раз, потом развелся, потом второй раз женился А так вот, когда вы стали популярны? До того, как вы второй раз женились или после? Между Между? Между, да И поэтому женились Я как-то не связывал эти два события, но, конечно Нет, дело не в этом, я просто говорю, что после того, как вы стали популярными, у вас открылись большие возможности, потому что у вас появились, я так понимаю Деньги, поклонницы, узнаваемость, статус какой-то вы обрели, уверенность в себе На личной жизни это никак не сказалось Да нет, потому что я женился на девушке, которую я знал со второго курса, поэтому, в общем, нет Ну, никакой, не знаю, дополнительной уверенности в себе, наверное, не пришло Нет, не пришло? Серьезно? Ну, не знаю, как-то трудно уже так сравнить, по-моему, и нет Лёш, Слав, мы тут между экспертами пообсуждали, а вы вообще завистливы А я с самого начала сказал, что это свинство страшное Нет, ну это действительно очень обидно, но как молодой парень талантливый, пишет прекрасные песни Мы 15 лет Договорились до того, что двигающим, очевидно, просто началом в работе квартета И является зависть к Петру Наличу Да? Последние годы Мы заработаем всего 15 лет, а Пётр уже популярен, о, сколько Да, и слава богу В общем, всё наше творчество основано на Петре А, Петя Пётр Налич Чайковский Я хочу перевести, простите, то есть, они хотят сказать, нам придётся завидовать только одной песне, но появятся ещё какие Наверное Или вы напишите кучу этих песен, все будут в интернете кликать только вас Ну не даром, Лёша, всё-таки про тебя сказали, что ты певец, актёр и переводчик Я не знаю Ага, хорошо, а достаточно, достаточно Ребята, задавайте вопросы, он будет так же отвечать Спасибо, не знаю Смотрите, у вас же две жены, да? Было Была одна, сейчас вторая, да? А песня одна только, да? Не-не-не-не А песен три у меня Нет, 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 на самом деле у него много песен Нет, я просто сказал, вот такая одна, ну такая прям популярная Супер популярная, наверное, пока Да, просто вопрос, ну когда уже будете начинать заниматься творчеством? Когда уже кончится этот бардак, в смысле? Очень завидуем просто, поэтому Я не знаю, не знаю, вот сегодня вечерком попробую Пётр, скажите, пожалуйста, скоро ли мы с вами будем петь дуэтом? Я вот сижу, сейчас говорю, секунды считаю уже Да, я тоже, да Дорогие друзья, Пётр Налич и Алексей Кортнев, дуэт! Лёша Кортнев, у меня есть песня про Галю Вот, мы думали, как бы их сочинить Соединить вместе И мы их соединили Пётр, между прочим, употребляет слово «сочинить» именно в исконном слове Правильно, «сочинить» Именно «сочинить» Сочлинить Сочинить Да, соподчинить Вот, и мы их сочленили И у нас получилась как бы песня от автора, лирическая часть И короткая внутри ария главного героя, киллера Я буду играть киллера, вот, а Алексей, соответственно, будет рассказчик Ну, собственно, рассказывать историю Один, два, три Ой, да было дело Выбегала Галя На широкий двор Кое-как надела джинсы, кофту, космы, на пробор Плакала Луне О своей беде Да, Луне-то что? Луна-то вон, а где? Ой, гуляла Галя Я запивала чипсы Миллера Думала, крутила спермачом А вышла С киллера Ой Мокрые дела В девятке два ствола А она уже Сто дней как те жила Ай, чё бы жизнь моя была прекрасная, как солнышко Надо мною засверкала золотом березонька Без тебя я жил один, не вела горюшка Что ж ты сделала со мной, моя сознавушка, ой Галя, Галя Моя бабушка Сказала на двое Раз, два, едва ли Не хочу уйти Да, сильно надо мне Давай, ура Хоп-ти-ли Галя-ба-даба-даба-даба-даба-даба-даба-даба-даба-даба-даба И теперь хожу в рожу, один по свету я Плохо я и мало сплю, один обелаю я Обломала мою жизнь, да об коленочко Ой, Галя-Галя Трудно жить в одиночку Ой, Галя-Галя Моя бабушка Сказала на двое Раз, два, едва ли Не хочу уйти Да и не надо мне Есть в окно Клепит и бали Так Это было тело, выбегала Галя На широкий двой Кое-как надела джинсы, бруску, космос На приборах Плакала луне О своей беде Да, луне-то что? Луна-то вон а где Да, луне-то что? Луна-то вон а где Да, луне-то что? Луна-то вон а где Огромное спасибо В общем, дорогие друзья Сейчас самое время Сформулировать какую-то мораль Сделать какой-то вывод Но все морали давным-давно сформулировал Проснеется дедушка Крылов А выводы у нас делает генпрокуратура Поэтому мы, как обычно, попрощаемся с вами народной мудростью Если ваш бутерброд упал маслом вверх То вы намазали его не с той стороны Проснеется, господа Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok